Всем привет с вами Марс. Сегодня я вам покажу несколько модов, точнее два. Первый это Skyrim UI, который упрощает инвентарь, делает его довольно-таки приводным, красивым и удобным. А второй это Naruto Mod. Что ж, приступим. У меня установлен UI Mod. Он устанавливается поверх версии, ну, на сегодняшний день самая новая версия Skyrim это 1.9.3.2.0.8. Она добавляет вот такое вот меню. Под настройками появляется настройка модов. Оно видит только полуофициальные моды или моды, которые имеют настройки. Тут есть довольно широкая группа интерфейса, которая позволит нам отредактировать само меню, то есть сам инвентарь. Тут обширные настройки для всего этого, но действительно достойно этого всего, это сам инвентарь. То есть тут, как вы видите, присутствуют сортировки, ну, как это было и в обычном инвентаре. Также тут можно отсортировать по имени, по надетому или то, что украдено, например. В фильтре можно искать нужные вам вещи. Также можно подключать нужные или ненужные вам типы вещей, или вот как вес, или стоимость. Также очень простым, интересным фактором всего лишь по нажатию кнопки, ну, в моих настройках это левый control. Можно переключиться на меню с магией, оно тоже очень удобное, оно переделанное. Также есть свои ячейки, есть свои такие вот приятные нюансы. То есть это все, как видите, очень удобно, всего лишь при нажатии к одной кнопке, достаточно не выходя из меню, можно это все делать. Вот такой вот мод. Теперь переходим к Наруто. Итак, я установил этот мод не потому, что я какой-то большой фанат там аниме или еще чего-то. Мне просто приглянулась сама магия, которая довольно-таки достойно представлена здесь. Наруто мод добавляет большое количество интересных заклинаний, так вот как техника скрытого тумана. То есть делает вас невидимым, тишин на 100% и урон в скрытности удваивается. Это интересные техники. Или вот различные экспертные заклинания, такие как цветок феникса или огненный шар. Сейчас я вам попробую их продемонстрировать. То есть, в принципе, что тут пробовать? Я продемонстрирую. Как видите, выдыхает такой огненный поток. Или вот, например, цветок феникса. Просто заплевывает противника фаерболами. Даже не фаерболами, а огненными стрелами. Разные-разные заклинания, которые как на ближних, так и на дальних дистанциях действуют. Вот это чисто вприту, вот это на дальние, причем внушительно на дальние. По урону они также разница. То есть, как вы видите, наводят страх. Но самое интересное, это, как правило, в талантах. То есть, мне повезло напасть на этот мод несколько недель назад. Я не знаю, просто я его не обращал внимания. Ну вот, например, как КМИ. Это заклинание телепорта. Я его просто ставлю. И вот отправляем неугодного нам стражника другого измерения. Ну, как видите, стражники успокоились. То ли из-за того, что зачинщик пропал, то ли из-за того, что товарищ. Вот он я. Да. Как видите, они не обращают на меня внимания, только потому, что пропал их зачинщик драки. Ну, давайте поставим тут же точку спауна. Как видите, появилась точка. Я уже раньше использовал. Да, 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 да. Вот. Я уже раньше использовал это заклинание. Вот сейчас покажу его поподробнее. И заклинание КМИ переносит нас в другое измерение. Туда, куда же мы отправили этого стражника. И никто не узнает, что мы там с ним сделаем. Ну, и где этот товарищ? Да. Фейл. Опять же, фейл. Ну, вот, со второго раза получилось. Это иногда связано с задержкой, иногда с тем, что просто не срабатывает. Вот такое вот измерение, например. Довольно интересное место. Да, у него есть своя карта, хотя и небольшая. Ну, тут мы можем издеваться над ним, как того захотим. Вот, мы можем его, например, убить. Он даже не понял, что с ним случилось. И тут же применить новое заклинание. Гетто Воскрешение. То есть, вместо консольной команды, теперь я могу просто применить заклинание. Как вы видите, все работает, все прекрасно. Вот, мы можем его и вернуть обратно. Также тут присутствует отдельная локация, которая позволит нам все это купить. Она находится недалеко от Ривервуда, но также мы можем телепортироваться из самого, так сказать, измерения, что ли, Камуи. Вот мы, собственно, и в убежище Шиноби. Тут различное множество всяких мастеров, мастеров магии. Это достойное место. Тут есть, в принципе, все, и кузница, и мастера, и учителя. И вот, каждый же кузнец продает, ну, то есть, не каждый, только вот этот, продает вот такие вот мечи, соответствующие аниме. Различные маски тут с капюшонами или без. То есть, вот такое вот, видите. Потом, различные мастера, такие вот, как мастер призыва, у которого полным-полно всяких заклинаний. Тут можно призвать любого, почти от Грязевого Краба, Виргульфа, Атронахи, Двемерские Сверы, Жнецы, Медведи, Троли, все, что угодно. Также у него продается заклинание Селепорта Камуи. Мастеры изменения. Также они выступают учителями. Различные заклинания. Полно их тут. Я бы постарался показать их, но их слишком много. Они все довольно интересные, но советую вам лучше скачать это, посмотреть самим. Он действительно довольно интересный. И, помимо того, что он добавляет косметические такие новшества, тут вот, как вы видите, есть еще садик такой небольшой. Но тут все только воровать. Есть еще вот такой вот... То есть, локация полупустая, но... Тут у нас продают еду. Такой старьевщик. В основном продает различных вам. И два рекрута. Которых можно заставить, ну, или нанять к себе на работу. Они обладают всеми теми заклинаниями, которые продаются у местных торговцев. Сейчас попробую показать косметическую часть. И тут же представлено огромное множество видов глаз. То есть, для всех рас есть представление различных вот таких вот расенганов. Тут их очень и очень много. я стараюсь показывать все, чтобы вы оценили. то есть, и помимо этого еще разные глаза тоже каким-то образом связаны с этим аниме. различные комбинации. как вы уже поняли на бутамот вводит огромное количество заклинаний и, ну, разных возможностей. Есть где разминуться фантазии. И вы помните, я ставил маркер в начале, я возвращал еще стражника. Сейчас мы вернемся по этому маркеру сами. С любой локации, в любое время. Это все позволяет этот моб. Также есть пространство для творчества особо садистов, которые смогут там, не знаю, какого-то особо надоедливого жителя с каримских земель отправить в камуи, там избивать, убивать, потом опять воскрешать и опять избивать и убивать. Так что тут есть, знаете, подумать, ребят. Вот мы, собственно, и на маркере. Мы вернулись на то же место, откуда и начинали. Что ж, это была моя первая попытка обозревания модов для Скайрима. Ну, то есть не таких глобальных, как Даунгард или или Драгонборн. Таких более мелких, любительских, что ли. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Марс. Всем пока. До новых видео. Обязательно подписывайтесь, что об этом думаете и, может, предложите новые моды, которые хотите, чтобы обозрел я. Всем пока.